Все труднее и все труднее собраться с утра. Ну, хочется как-то порадоваться, что сегодня здесь, на Западной Украине, снова солнечный день. Небо ясное и хочется надеяться, что сегодня без дождя обойдется. И снова будет тепло днем. В общем, хорошая погода, мне нравится такая погода. Она какая-то не жаркая, прохладная, солнечная, теплая. И одновременно такая не горячая. Ну, вчера была такая достаточно сложная лекция Саши Маховикова про утраты, про травмы, про потери. И, конечно, это вызвало достаточно большой резонанс в группах, в душах разных людей. Но на самом деле, то, о чем хочется прочитать лекцию сегодня, это лекция не о смерти, а о жизни. О том, как нам жить, как нам эту жизнь проживать. Ну, потому что у всех есть какие-то планы. И у наших родителей были планы на то, как мы проживем нашу жизнь. А мы ее как-то по-другому проживаем. Ну, и, в общем, это работа, которую невозможно сделать для кого-то, проживать свою собственную жизнь. И человек, собственно, от опыта человеческого существования, это опыт отношений. Ну, потому что дети, которые попадали, ну, от самых младенческого времени в общество животных, и до какого-то времени не были в обществе детей, так людьми и не стали. Собственно, опыт человеческого существования – это опыт человеческих отношений. И то, что мы проживаем как утраты, как сложности, говорит о том, что в нашей жизни есть отношения достаточно важные, достаточно ценные, в которых мы стремимся к близости. И вот сегодняшняя лекция, она посвящена близости и тому, что делать с чувствами, которые как-то неизбежно вмешиваются в опыт человеческих отношений. Потому что это самый важный вопрос. Ну, да, есть чувства. Вот гистальтерапевты часто утверждают, гистальтерапия, она посвящена чувствам. Но это не совсем так. Чувства – это только ключик к двери. Важно не вертеть ключ в руках, а открыть им дверь и посмотреть, что там за дверью находится. То есть чувства – это путь куда-то, чтобы попасть куда-то в какие-то достаточно глубокие переживания своего собственного человеческого существования. Но теперь, вот когда мы говорим про близость, то иногда хочется так романтические мысли зафиксировать какую-то абсолютную ценность, абсолютно прекрасную точку близости и сказать, остановить мгновение – это прекрасно. Но все, что мы проживаем, является процессом построения этого переживания. Именно процессом. Не просто актом переживания, актом от мгновения. А это длительный процесс построения переживания. И всегда этот процесс построения переживания происходит не в одиночку, а вместе с тем, кто также проживает свой опыт. И даже если мы пользуемся одними и теми же понятиями, говорим все же самые слова, то в двух космических пространствах двух разных людей эти слова звучат по-разному. И организуют совершенно разный опыт. И в феноменологии близости и различных травм близости всегда есть опыт «я-ты» отношений. И это опыт не только прекрасных переживаний, как мы близки, а это опыт безнадежности и печали, поскольку «ты» другого человека бесконечно и непостижимо. «Я» и «ты» — это не структуры, это процессы, которые постоянно меняются. Мы утверждаем, что действовать подход — это философия реализма. А реализм, он всегда находит опору в феноменологии. Есть только то, что есть, ничего другого нет. Происходит то, что происходит. Но порой очень трудно перестать рассказывать себе сказки. И когда я говорю про то, что опыт близости есть опыт человеческих отношений, я говорю про то, что это опыт не только контакта, но и опыт отхода. Если мы не отходим друг от друга, не расстаемся, то у нас не возникает пространства, чтобы соскучиться и пожелать о близости. То есть нет опыта, где может сформироваться, нет пространства, где могло бы сформироваться желание встречи. И вот у всех у нас есть некоторое знание про отношения. Я вот с этим постоянно встречаюсь в работе с клиентами. То есть говорят, я знаю, кого я люблю. Но получается так, что иногда мы знаем, кого мы любим, а в этот момент любим кого-то другого или стремимся к чему-то другому. То есть ценности наши иногда вмешиваются в опыт и начинают как будто бы регулировать процесс близости. Ты должен меня любить. Но я не могу любить, если у меня нет права не любить. Я не могу оставаться, если у меня нет права уйти. И если у меня нет права уйти, у меня нет выбора, нет пространства, нет возможности формировать желание встретиться и быть близким к тем-то. Но невозможно говорить о близости, когда игнорируя феномен зависимости. Это два совершенно различных переживания, абсолютно различный опыт. И люди очень часто путают эти два процесса – близость и зависимость. Принимают зависимость за близость. И тогда, например, у двух разных людей получается так, что один человек выстраивает свои границы так, чтобы ему было как-то удобно переживать близость другого человека. А для другого человека это страшно далеко, и он испытывает боль. Он начинает приближаться к тому первому человеку, для которого вот такие границы возможны. Ну, достаточно широкие, достаточно свободные. А тот человек начинает чувствовать давление и говорит, ну зачем ты давишь на меня? Он говорит, нет, я просто люблю тебя. Он говорит, не надо на меня давить, не надо меня контролировать. И так происходит практически всегда и во всех отношениях. Нет двух абсолютно одинаковых людей. Все мы организуем его вот по-разному. И поэтому я определяю близость не как акт переживания одномоментный, а как постоянный процесс поиска оптимальной дистанции между двумя людьми. В отличие от зависимости, которая жестко фиксирует мою безопасность, зависимость от отношений ко мне другого человека. Вот этот другой человек ко мне хорошо относится, мне хорошо безопасно. Я чувствую себя любимой. Как только он отошел с меня, я чувствую себя брошенной. Мне небезопасно, мир рушен. Это зависимость. А близость – это когда у я и у ты сохранены границы, и мы ищем, постоянно ищем. Никогда не находим эту оптимальную точку, только в краткие моменты переживая близость. Но постоянно чувствуя, какая же дистанция сейчас оптимально может быть между нами. И мне хочется предпринять в некоторую попытку описать близостью, но в ее полноте. Близость, конечно же, переживается как влияние, как утрата контроля и как такое позитивное переживание такого жизненной наполненности ввиду присутствия другого человека. Это с одной стороны. Но другая сторона близости утверждает то, что невозможно пережить близость, не имея опыта позитивного одиночества. И я несколько слов хочу сказать о разных типах одиночества. Потому что когда мы говорим про одиночество, мы не всегда имеем в виду одно и то же. Есть одиночество как уединение. Это такое позитивное одиночество. Это поддержка своей уникальности. Это пауза для себя, которая дает доступ к внутреннему миру. И каждый из нас нуждается иногда в уединении. И не хочет, чтобы его нарушали. И только сам внутри себя знает, сколько ему нужно. Это свободное одиночество. Одиночество без боли. Есть другой тип одиночества. Это брошение. Переживание того, что меня бросили. Которое всегда возникает при нарушении свободы в отношениях. Это всегда сигнал о зависимости. Я без тебя не могу. Я без тебя погибну. Мир рухнул без тебя. То есть мир – это ты. И можно сказать о третьем типе одиночества. Это об изоляции. Когда возникает отчаяние, обессилие проконтролировать этот процесс в ближности, замкнутость всех человеческих отношений внутри себя самого, утверждение о том, что могу обойтись и без отношений, такая анаститическая составляющая одиночества, обойдусь без вас. В изоляции человек оказывается совсем один. И вот эти отношения человеческие, которые, по сути дела, являются материалом, из которого мы все построены, оказываются замкнуты внутри одного человека. И хуже всего то, что в этом невозможно признаться. Когда человек оказывается в изоляции, в его душе наступает ад. То есть говорят, что нет ничего хуже, чем ад в душе наступа. Потому что можно пережить все, что угодно в отношениях, когда сохранен контакт. Но когда человек оказывается один, в его душе наступают такие переживания, когда он, по сути дела, начинает видать самого себя. И все терапевты мира говорят о том, что с такой аутоагрессивностью работать сложнее всего, особенно на границе контакта. Потому что мир другого человека просто закрыт. И он говорит, я не нуждаюсь в тебе, я пойду, я справлюсь там. Мы все умеем справляться. Но иногда мы нуждаемся в других людях, и хорошо бы понимать, что выбор уединяться, чувствовать себя иногда справляющимся со всем, или стремиться к привязанности, ощущая тоску. Это все разные переживания, и для каждого из них нужно находиться в отношении в какую-то оптимальную точку, для того, чтобы их проявлять, это чувство. Все это очень сложно. И когда два человека говорят об одиночестве, стоит уточнить. Ты нуждаешься в уединении, ты переживаешь, что тебя бросили, или ты чувствуешь себя изолированным, совсем одиноким. И говоря об одиночестве, мне бы хотелось сказать про три разных аккорда любви. То есть вот есть три разных аккорда одиночества и три разных аккорда любви. Они описаны в литературе, и я сейчас коротко скажу о них. Один аккорд любви – это любовь, восхищение. Второй аккорд любви – это любовь, жалость, жаление. И третий аккорд любви – это нежность. С восхищением встречаться приятно, но восхищение, оно как-то связано с изоляцией. Вот я всегда привожу пример, что молодой человек может восхищаться с девушкой, которая выходит на балкон, болеющая девушка, он смотрит, как ее черты из лица утончаются, он с восхищением смотрит, как душа ее, начинает просвечивать, потому что принести и продукты из магазина, у него как-то в голову не приходит. Ему такая мысль, просто ее там пожалеть, погладить. Какая прекрасная девушка, так красиво она умирает. Как я ее люблю. Про любовь, жалость у нас как-то достаточно много написано у тех религиозных философов, в частности у Бердяева, и хочется восстановить любовь, жалость, как жаление, в таком раннехристианском смысле этого слова, как возможность быть вместе, сочувствовать и переживать, прикасаться, ну как-то испытывать действительно такое переживание, когда прикосновение другого человека оказывается жизненно необходимым. Когда хочется, чтобы погладили, спросили, а как тебе живется, и есть ли вообще на свете кто-то, кому не наплевать, а что у тебя на душе, а как тебе, что ты сейчас хочешь, чтобы я сделал для тебя. То есть это такое совместное, чтобы тебе, любовь, жаление, когда я понимаю, что другому человеку может быть плохо, мне хочется проявить желание побыть рядом с ним. Любовь, нежность, это более отстраненное переживание, которое говорит о том, я вижу тебя, я замечаю тебя, но я вижу свою хрупкость, и я не буду так сильно приближаться для того, чтобы не разрушить себя. Потому что я замечаю тебя, но я испытываю в тебе нежность, я тебя не разрушу, будь спокоен. И, ну, как будто бы очень трудно иногда выбрать правильный аккорд любви, точно так же, как и правильно определить верный аккорд потребности в одиночестве. И мы все путаемся в этих понятиях и ищем друг друга в этом бесконечном пространстве, встречаемся, расходимся, снова ищем. Падаем, встаем, и никто не может помочь на этой сложной дороге. Ну, вот есть еще очень важный такой феномен для, такая пара, да, что ли, для понимания переживания близости, это верность предательства. Когда мы говорим о близости в таком романтическом контексте, то хочется зафиксировать одну единственную ценность. А что делать, если мы реальные люди, и у нас очень много правств, и очень много разных ценностей, часто находящихся в не очень хорошем согласии друг с другом. Ну, у мамы, например, может быть двое или трое детей, семья и работа, какие-то интересы. Это еще не самые страшные примеры. Ну, там, у мужчины, там, жена и мама, да, ну, вот какие-то, ну, я понимаю, вы этот список можете продолжить. И то ценно, и другое ценно. И, кстати, подход, это философия и-и, а не философия или-или. Да, и то есть, и то есть, и это правда, и это правда, и это тоже правда. Да, как старые, из этой еврейской притчи, да, когда вот приходил человек к Рабину, жаловался, что вот-вот, значит, меня сосед там то-то и то-то делает, он говорит, да, ты прав. Приходит сосед, тоже жалуется на предыдущего соседа, говорит, да, да, ты тоже прав, 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 ты прав. А жена Рабина подходит к нему, дорогой, ну, что ж такое, они ссорятся, а ты каждому из них говоришь, что он прав, он посмотрел на нее, погладил по голове, сказал, и ты права. Ну, в общем, наша человеческая целостность образуется способностью выдерживать вот эту внутреннюю дезинтегрированность, расщепленность, разрозненность разных ценностей, способность как-то выдерживать напряжение того, что мы все время находимся в разных жизненных контекстах, и быть очень чувствительными к тому, а в какой точке жизни, в какой ситуации мы находимся прямо сейчас. И тогда нам приходится предавать тех, кого мы любим, ради того, чтобы быть теми и в тех отношениях, которые для нас ценны сейчас. И мы пребываем в этих отношениях сейчас для того, чтобы предать их через какое-то время и снова вернуться к каким-то ценностям, которые для нас не переставали все это время быть важными. Потому что есть не только фигуры, есть фон жизненный контекст. И мы всегда вот уезжая из дома, мы оставляем каких-то людей, которые остаются там, но когда мы уезжаем то сюда они не перестают быть для нас важными. Просто здесь образуются какие-то другие контексты, другие ситуации, другие отношения. Мы скоро придадим эти отношения из-за того, чтобы вернуться домой. И это нормально, в этом есть человеческая жизнь. Роломей писал, что человеческая свобода локализована в паузе между стимулом и реакцией. И в зависимости от того, как мы проживаем эту паузу, ну, в общем, и есть мы. Есть качество нашей человеческой жизни, есть качество нашего человеческого существования. И поскольку мы всегда работаем с клиентами про восстановление свободы в отношениях, то вот это восстановление свободы это способность выдерживать эту паузу, паузу за себя, не рваться, не метаться, не фиксировать какие-то ценности на все времена, не быть рабом морали, веры, а быть чувствительным к тому, что происходит со мной сейчас в моей жизни. Понимаешь, что без предательства не обойтись. Ну, собственно, само по себе предательство Иуда создало вообще у нас такой феномен, как в христианстве. Не было бы этого предательства, не было бы этой велики. И я уже сказала, что у меня нет права, если у меня нет права не любить, я не могу любить того, то, что я люблю и того, кого я люблю. Я не могу оставаться, если у меня нет права уйти, если у меня нет выбора. И когда мы организуем свой опыт, то у него всегда есть какая-то цена. Просто всегда есть какая-то цена. То есть, если мы проживаем зависимость, в ней всегда много злости, напряжения, вины, невыносимости, но зато возникает иллюзия защищенности. А в Ближе очень много риска, одиночества, ужаса, предательства и стыда. То есть такие чувства, которые совершенно не хочется называть близостью. То есть такая изнанка наших чувств, оборотная сторона. И когда мы, помните, была газета «Правда», некоторые помнят, еще вывешивали на столбах, у нас была одна единственная правда на всех, она называлась газета «Правда», и знают про пионерский рост Павлика Морозова, когда правда оказалась важнее отношений, когда, собственно, предать ради правды оказалось важнее, чем сохранить отношения. И в этом смысле я всегда говорю, что правда содержится не в фактах, а в мотивации. И есть и два человека, которые любят друг друга, встречаются вместе, и один из них спрашивает, ну вот скажи честно, ты же мне вот сам изменил, да? А он смотрит, и говорит, нет, дорогая, это неправда, неважно, правда это или нет, с точки зрения фактов. Правда в том, что на данный момент разговор этот человек хочет сохранить отношения именно с этой женщиной, именно ее внутренний мир, покой и уважение к ней, для него являются ценности. Правда в мотивации, а не фактология. И поэтому, когда мы какие-то вещи говорим, да, вот это правда, это говорит только не о фактах, а только о том, что на данный момент ветер нашего существования направлен вот к этому человеку или от него, и больше не о чем. Потому что правды очень много. Ну, собственно говоря, я хотела бы сейчас уже заканчивать то, что я сейчас говорю, потому что, ну, собственно, разделяя немножко близость и зависимость, вот буквально несколько слов про близость и зависимость хочется сказать, что все это происходит как исследование границ такого феномена под названием человеческая ситуация. И регуляторные механизмы вот этой человеческой ситуации, они разные. Есть такой регуляторный механизм, как страх, который заставляет человека не быть, а просто сливаться с какой-то группой. Возникает какая-то иллюзия защищенности через влияние, но страх – это плохой регуляторный механизм, потому что он не свозит нас на уровень животных. Когда мы попадаем в общество людей, ну, референсных, которых признаем, и очень сильно ценим принадлежность к какой-то группе, то регуляторным механизмом может стать вина и мораль. Вина всегда опирается на мораль, это коллективная некоторая творчество мораль и всегда содержащая некоторые правила. И тогда, если есть вина, то есть какая-то правота, а правота всегда не у меня, а у кого-то другого. И тогда я на него возлагаю все ответственно. И тогда тот, кто прав, сначала наслаждается своей властью, а потом вдруг понимает, что тот, кто виноват, с таким дуракшим лицом, типа дурака, простите, виноват я, да, слинялые отношения, а тому, кто прав, приходится всю ответственность тянуть на себе. И, в общем, тоже возникает не очень хорошее переживание. Вот. И, собственно, чувство вины, оно уменьшает доверие к человеку, к самому себе, и отгоняет его от самого себя. То есть вина, она фиксирует пограничное расщепление. Люди делятся при этом на хороших, плохих, правых и виноватых, авторитетных и совершенно беспомощных. И это все как-то не очень логично и не очень конкуренто для того, чтобы это называть близостью. При этом зависимый человек склонен к давлению, имеет массу жестких ожиданий к тому, чтобы агент, на которого возложена ответственность, был постоянным в своих характеристических проявлений. И иногда тот, на кого это ответственность возлагается, начинает жалеть, что он не бутылка. Ну просто потому, что зависимость всегда формируется по одним и тем же законам. И в этом смысле от бутылки сформировать зависимость гораздо проще, потому что она точно постоянно в своих проявлениях, как человек неудобен. Он то сегодня одно чувствует, завтра он будет чувствовать другое, иногда противоречивые какие-то переживания у него, а вот я от него в зависимости, так мне удобно. Гораздо проще вот от какого-нибудь химического агента. Собственно так и формируется химическая зависимость на основании потребностей и психологической зависимости, которую невозможно удовлетворить. Потому что агентство, на которого возлагается ответственность, обеспечивает мою безопасность и комфортность, никогда не бывает постоянным в своих проявлениях. И если человек обязан любить, это уже зависимость. А зависимые люди, они очень обидчивы, они говорят, и обязанное любить. И обида, вина, это все феномены зависимости. Это то, когда мы пытаемся фиксировать другого, жестко на него давить, боремся за власть в отношениях. А если на власть в отношениях потрачено очень много сил, то на близость уже не остается никакой энергии. Все она потрачена на власть. Можно добиться того, что хочешь от другого человека, только это будет такая победа на кладбище, такой вечный памятник вечной любви над плитой отношений, над могилой отношений. Отношений нет, но зато в общем все в порядке, победил. Ну, наверное, я буду как-то постепенно завершать эту лекцию, говоря о том, что в общем повторяю, что близость невозможно фиксировать. Близость – это процесс, который невозможно проконтролировать, сделать должным, подчинить морали. Близость регулируется внутренней этикой, это дом, который регулирует нашу аутентичность, наше равенство к себе. И поэтому близость мы каждый устанавливаем со своей позиции всегда рискуя ошибиться. И на помощь позвать некого. Близость случается или нет. Или она может быть возможна, но не сегодня, и стоит подождать. И если человек падает в какой-то неудачной попытке пережить эту близость, то он набивает себе шишку и получает шрам. И это путь уважения, к уважению к самому себе. Он встает и продолжает идти дальше. И выбирается своей колюбой. То есть невозможно договориться про отношения. Близость – это всегда процесс. И когда я перечитила сегодня и сейчас очень много чувств, на которые мы натыкаемся, пытаясь понять, как же нам выжить в этом бесконечном мире человеческих отношений, то вот всегда из терапии в жизни встает вопрос, а как же обращаться со всеми чувствами? что же делать со всем этим опытом, как опытом переживания? и я не могу обращаться в том, И поэтому во второй части лекции мне хотелось бы остановиться на том, как обращаться к чужим. По группам, мне кажется, иногда возникает несколько искаженное представление о том, что же делать с теми чувствами, которые мы с вами в разные моменты декоративное осознание. И часто решавшийся такой несколько у нас первичный, простой вопрос, выражать чувства в отношении или не выражать? Мне кажется, что этот вопрос он не секретарит чужим, потому что скорее при осознавании чуж важно понимать о чем это чувство нам в данном моменте гнолизирует. Мне кажется, вот эмоциональная регуляция, регуляция с помощью чуж является более точной. Чуть-то невозможно проконтролировать, чуть-то невозможно выделить какие-нибудь либо валютные силы, невозможно полюбить, невозможно выводить себя влюбленность с мужем на человеку, невозможно прекратить тревожность и бояться в ситуации и незнакомом с которой еще не построена ориентировка. Поэтому, если бы было возможно восстановить у клиента или нам с вами восстановить регуляторную функцию, чуж наша ориентировка в окружении, наша ориентировка в суде была бы более точной. Поэтому, наверное, основная задача терапии это восстановить регуляторную функцию чуж. Я бы хотела постановиться сейчас на длинных чужихах более подробно. у меня проблема начала говорить о суде на суд. Суд это чужие связанные с нарушением границ. Суд может возникать в те моменты, когда я перестаю свою ответственность к себе, совершаю какие-либо постовки, какие-либо действия, которые не совсем соответствуют иметь, когда я нарушаю свою аутентичность. И если возможно в этот момент каким-либо опытом понять этот сигнал суда позволяет возвращаться к себе и соответствовать к себе с большей счастью. Суд также возникает при нарушении границы другого. Психологи поставили такую очень забавную сигнал, исследовали из-за ученика возникает громче, да? Ближе? Вот так? Психологи поставили забавный эксперимент. Попытались обсудить, у кого возникает чисто куда больше. У человека, которого застали писающим задмениванием, да? Или у того, кто это увидел? У того, кто это увидел, чисто куда больше. То есть если вдруг вы случайно нарушаете границы другого, хотя бы неудобно. Ну, я не знаю, вы в радостном настроении побегаете полностью, да? Начинаете рассказывать о себе о нигде, и вдруг замечается, что человек на самом деле плачет. И он вы инфориентировали в ситуацию, повели себя немножко неконгруентно по отношению в ситуации и вам стыдно. И этот стыд, ну, не нужно говорить, да? Не стыдно. Вот, этот стыд просто осознание его может позволить вам чуть-чуть изменить свое поведение и чуть лучше адаптироваться к той ситуации, которая к тому полю, которое окружает вас. И довольно часто мы с вами можем встречаться с нарушением регуляторной ситуации, когда наш клиент испытывает токсический ситуация. Когда любые свои проявления, любое появление в окружении он переживает через ситуацию, когда он переживает яд как дефектное, ущербное, недостойное. Только в случае в себе мы, скорее всего, умели дело с очень завышенным требованием в себе. Когда образ идеального я настолько оторван от реалии, что я каким-то пилиду, то, что равно получается никак не будешь заответствовать по-моему каким-то психотеем, что ты делаешь. Поэтому никогда не сталкиваемся с тактическим стыдом. У самого какого пишите, у самого у человека, который не станет стыдом, у нижнего человека обязательно в обороте есть висканирую и чрезмерное требование. стыдом при работе с терапевтическим стыдом основная задача как терапевти работа с этим чрезмерным требованием стыдом, с этим чрезмерным требованием диагности. Постепенно восстанавливая регуляторную стыдом стыда. Мы, конечно же, как только мы начинаем обладывать какими-либо новыми навыками или новым способом поведения. Как только мы чуть-чуть выходим за границу своего я, приобретая что-то, что очень счастливое, все равно эти приобретения это новые способы поведения немножко окрашены в себе. Ну, даже помимо, что этот стыд, который может придет в себе за то, что может быть стоят границу я, в этом месте немножко раздвинут. есть культура, которая регулирует суда. Да, когда я испытываю суда, я остаюсь на едином саду и решаю вопрос о том, кто я, если ответствует ли то, как я живу, или нет. Есть культура, это наша европейская культура, которая регулирует суда. вина. Но если так сложилось, то хорошо чтобы у наших винов была мера. Вина это чешка, которая свидетельствует о том, что в отношении вероноси другого были нарочены, не пилоты другого были нарочены. Пусть предполагается, что репарации в отношении ущерба должны снижать вину или вообще садить ее на меру. Мы можем шалкиваться с иррациональной виной. Когда регуляторная пустая вины оказывается нарушена и наушкальный клиент испытывает вину иррациональную иррациональную вину. С чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что требования другого являются чрезвежными. При нарушении симбиотических отношений если мама одинок и пытается поддержать ребенка рядом с собой и ребенок таким-то образом вырывает симбиотические отношения, то скорее всего он под таким виной. Живой свою жизнь на это право ему не давал потому что мама уже его развивала и не должна сказать до конца своей жизни и спрашивать его демокриджики. При таких чрезвычайных криворах в отношениях это отношения зависимости любое событие о себе любое право на какое-то такое эгоистичное но в хорошем смысле на свободу в отношениях домаших клиентов показывает что обращение в уме мы с вами ставим инфра на пироге окрашение следующая щетка о которой мы можем поговорить окрашение это маркер того что то что происходит очень нервно можно считать окрашение и возможности когда вы ее перевели и оставь держит когда ее оказалось чуть больше чем на в принципе задача инфраструктор наказывает на это чувство отстраниться увеличить дистанцию и прекратить этот контекст тоже полно такое хорошее чувство дистанцию не понятно для клиента и собственные желания и потребности и чьи дали можно каким-то образом понять что же на самом деле вызывает у него ажат что же на самом деле и аж и и аж аж и и и и которые мы еще не окончательно хориентировали. Поэтому основная задача, если вы на пикахе, значит, в транспорт, это проводить элитирование. Чем лучше вы ее проведете, тем меньше часа, меньше чего-то в этой ситуации вы будете испытывать. Единственное, что мы иногда можем наблюдать на то, что наш маленький клиент в ситуации их опасности испытывает страх, который может охватывать всю свою жизнь. Когда страх не заинтересовывается. Вы не переживаете в какой-то ограниченном объеме, а когда страх охватывает человека, и он не способен в этот момент не ориентироваться, не способен когнитивно регулировать себя. И поэтому вот эта поединенная ситуация опасности исследует системология. для людей, которые попадают довольно чаще в неприятную ситуацию. Если человек охвачивает жизнь с таким страхом, он в ситуации опасности замирает. Представьте, вы замираете перед не пущимся на вас в руководитель. Но это мало адаптивно. И это не очень важно. Либо начинает хаотическую метацию. Это инстинктивная реагирование на ситуацию опасности. Хаотическая метация, если направленная, что тоже является мало адаптивным в этой ситуации. Поэтому ваша задача, если вы замечаете, что клиент ну, я не знаю, там, кто-то испытывает страх. Таким образом, плохо адаптивно к этому чувствует. Ваша задача – восстановить его регулированную функцию. Ну и, конечно же, адресник. Но, опять же, в принципе, адресник не нашли. Почему она не так зацепленно оказывается мы, да, попадая в терапевтические сообщества, да. И первое, с чем столкнуть наши с вами родственники, это в том, как мы очень сообращаемся к своей агрессивностью. Девая и недевая, конечно. Но, агрессия – это наше того, что все, что происходит, не совсем удовлетворяет нашим основным потребностям. Вообще, агрессия возникает при любой ассортимии и стимуляции. Слишком низкая температура воздуха, там, голод, отсутствие денег, какая-либо еще и недовлетворенность, повышает агрессивный фон. Ну, как будто бы организм выбрал свою энергию для того, чтобы мы изменили ситуацию под наши потребности. Поэтому, если вам скучно на группах, если вам скучно на личной терапии, если вы видите на что-нибудь происходящее в контакте, сказать просто «не скучно, я здесь», ну, этого мало. Можно понять, какая потребность сейчас, но мы находим удовлетворение ваших потребностей. и попытаться, ну, простроить этот мир так, чтобы, ну, это было возможно. Или понять, что, может быть, ваша потребность, она такая является ночью и чуть чрезмерной в этом поле. Ну, нет смысла говорить любимому человеку, чья поддержка вам нужна сейчас, которая вас не поддерживает, да, вы влезли себе. Да, есть смысл просто понять, что и ваше раздражение связано с тем, что вам сложно, чтобы вас погладили по голове, и попросить от этого. Поэтому, ну, наверное, то, что хочу сказать, да, то есть обращение с чувствами – это такая довольно сложная работа, которую нам приходится делать. Не выражать у него и не выражать, да, это, или выражать и сдерживать. А как использовать те части, которые мы замечаем, для того, чтобы научить лучше устраиваться в этом мире? Да, это очень интересно, значит, когда обычно я разочаровывалась, я понимаю, что у меня были какие-то… что, во-первых, я очень плохо сориентировалась и ожидала чуть больше, чем этот человек или это пространство может быть. что я была чувствовала в этот момент, и очень романтично. Вот, и поэтому у людей, которые, ну, не готовы делать и работать, и ориентируются к другому человеку, может чувствовать некоторое обочарование, как раз за такую вот невидность, и нежелаемые, нежелаемые, нежелаемые перечать преуще. Авида? Авида. 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 Ну, лучше, например, за это место. Если я считаю, что приличный человек не должен, и он не совсем исправняет этот непроговоренный договор о любви, который есть в наших отношениях, то, конечно же, у меня возникает авида – это чувство, которое маркирует влияние отношений. Ну, я считаю, что, вообще, так было бы не плохо, да, там, уже есть, вот, наш веселый компания, да, для наших щитов, а они друг не пришли. Да, это мое какое-то такое скромное предположение, да. И понятно, что обида связана с тем, что у меня есть вот это странное предположение о том, что другие люди должны. Да? Вроде так. Привет! Привет! Это ... это очень получается, как это говорится? Да how these guys wait... Это очень получается, как это говорится? Мужчей. Огорячее. Жадность. Видишь, я сбежаю с вами ревности. Ревность – это зависть. И жадность. Потому что тот, кто ревнует, очень завидует тому, кого он ревнует, что он более свободен в реализации своих интересов. И это интенсивное собственничество. Нежелание делиться. Ну что такое? Вы знаете, ревность по-разному проявляется. Я думаю, что иногда ревность – это интересное чувство. И иногда можно ревновать своего мужчину с тем женщинам, которые совершенно не в его сути, а которые в моем сути. Иногда ревность – это такой, ну, немножко сбой потребности. Ну, если вы думаете, что это потребность, то, может быть, потребность – это потребность нежности. Или, может быть, если я ревную женщину, которая нравится мне, да, или которая нравится моей мужчине. Может быть, это потребность – ну, открыть себе, ну, тот же, женственность, которая есть ей. Поэтому, да, время все есть, в нем не зависит. Я думаю, вот таким образом. Как Марта… Да, проезд, и как Марта сказал, что нужно мне. Вот такой бы женщине не могли бы мне проработать. Понятно. Жадность, на мой взгляд, это неспособность усваивать. Неспособность усваивать опыт. На каком-то интенсиве, получается, мы были очень удивлены в птице баклана. То есть, ее очень боятся люди, которые разводят рыбу, потому что она цветает какое-то немереное количество килограммов рыбы в день. И тут же это все выкакивает. Жадность, по мне, это неспособность ассимилировать полученное, полученное извне. Неспособность перерабатывать и устраивать. И нечувствительность к отвращению. Тогда уже, вроде бы, достаточно, да, человек просто смещает еще. Да. Ну, и, вроде бы, все. Поэтому, получается, терапия, когда она восстанавливает регуляторные сенсы, случились, да, она нас делает более живыми, мы способны становимся испытывать все эти гаммы, все эти эмоции, которые сейчас была обозначена. Это не делает нас, ну, намного щеки, это делает нас живее и свободнее. То есть, насколько мы способны испытывать радость, насколько же мы становимся способны испытывать боль, грусть, печаль, опрощение. Поэтому иногда клиенту немножко печалится, про то, что терапия сделала жизнь сложнее. Да, терапия желает немножко проще. Наверное, я, наверное, все. Передаю им. Я хотела буквально два слова сказать просто из всего этого замечательного набора чувств. Немножко еще про агрессию. Дело в том, что если мы запрещаем себе выражать агрессию, ну, в силу каких-то там моральных причин, там, верований, правил воспитания и так далее, то мы, с одной стороны, останавливаем свои потребности. О чем Лена сказала сейчас очень хорошо. Мы действительно совершенно не связаны с агрессией. Любые потребности, там, в близости, в достижении чего-то. Просто останавливаем какие-то потребности. И агрессия – это огромный резервуар энергии, который оказывается замкнут внутри нас. Любые даже хорошие чувства, если они перебивают, превращаются в испорченные консервы. И тогда все даже хорошее, остановленное внутри переживается, как будет. И иногда бывает такая ситуация, вот я хочу сказать о двух таких неприятных ситуациях сдерживания агрессии, когда, например, в хорошем обществе принято сдерживать агрессию, и тогда единственные два способа выражения агрессии в этом сообществе, которые остаются – это говорить о своей боли, чтобы получать признание. И боль оказывается единственным способом выразить какую-то свою агрессию. или болеть. Поэтому, пожалуйста, будьте чувствительны к себе, для того, чтобы не болеть, для того, чтобы…